Мы готовились к очень упорной, и то, что сегодня был счет достаточно внушительный, это о многом не говорит, потому что команда «Мифа» с командой хорошей. Желаю ей удачи. Мы знали прекрасно, что команда хорошо разыгрывала стандартные положения, и в матче, в домашнем синергии, примерно 4 матча были забиты со стандартов. Мы внимательно разобрали, и сегодня мы во многих эпизодах не справлялись с этим, потому что в единоборствах мы в своей штрафной площади, к сожалению, проигрывали. То, что все-таки мы забили голы, но это прежде всего за счет классных действий наших игроков атаки, потому что все мячи, которые были забиты, были забиты в таком современном стиле. Очень быстро мы доставляли мяч в штрафную площадь, и хорошо играли наши нападающие. В принципе, мы с задачей смогли справиться. Поэтому я очень остался доволен на игровые результаты. Теперь нам, по-моему, за два месяца, которые мы сейчас прошли сегодня, у нас 9-е число, на 11-го июля. Старта нового уже сыграли, по-моему, это 14-й матч, потому что это сумасшедший календарь вместе с кубком. И то, что ребята находятся в хорошем физическом состоянии, это прежде всего заступит от того, что они настоящие профессионалы, хорошо готовятся к игре. И в целом могу только поздравить своих футболистов с хорошей игрой, с хорошим результатом. Я надеюсь, что нам удастся восстановиться, и следующие матчи будут легче. Тем более у нас два ключевых игрока будут опускать игру из-за перебора уже этих карточек. Мы будем предпринимать какие-то меры для того, чтобы заменить этих игроков и заменить их достойно. А игру Митаса как-то особое внимание уделяли и до этого матча разбирали? Ну, конечно, да. Мы очень кропотливо обращали внимание и знали прекрасно, что команда хорошо исполняет стандартное положение. То есть, к этому мы будем, в принципе, готовы. Поэтому команда Митаса очень хорошая, опытная, игроки в ней играют, мощные футболисты. Но не просто, наверное, она находится. Вверху тоже на таблице, скажем так. И мы сегодня выиграли сильного соперника. Какие комментарии, когда проигрываешь дома со счетом 4-1? Бездарная игра в обороне. Я не знаю, что надо. Нападение забивает. Я не знаю, может, несчастье какое-то. Может, счастье у команды соперников. Естественно, нельзя позволять делать моменты. Но если вратарь выбивает в три касания, нам забивают два гола и сами себе привозим пенальти. Два раза вратарь выбил и нам два гола забил. Сброс, удар, сброс, удар, сброс. У меня нет слов. Бездарная игра в обороне. У меня к линии атаки вопросов нет. Да, кто-то в средней линии выпал. Ну, так футбол играется. Сзади я... Я в шоке, если честно. И не знаю, какое-то, может, несчастье. Не знаю. Ну, полностью группа обороны просто провалила. Просто провалила. Нас просто продавили. Молодые ребята, молодцы. Мы просто проиграли борьбу сзади. Вот и все. Ну, а что здесь говорить? Дали создать сопернику внизу. То, что вы забили, все, что было, скажем. Отдать должное сопернику, молодцы. Но надо же не позволять это создавать соперник. Вы позволили сопернику создать соперник, воспользовался. Большие у меня вопросы группы обороны. Большие вопросы. А Астунин, что с ним такое? Повлияло ли там на его отсутствие? Ну, во-первых, второй гол и первый. При участии Астунина нам забивали. Тараксов. А во-вторых, ну, у него тяжелая травма. Ключица вылетела. Дальше не знаю, что он в больнице сейчас.